И где вы работали раньше? Ну, в таком ресторане никогда. Я имею в виду в таком, как этот. Я работала официанткой в двух, вернее, в трех ресторанах, я только что вспомнила. И вы не хотите рассказать ни об одном из них? Ну, надо же. Нет, дело не в этом. Просто все эти рестораны закрыли. Знаете ли, дела у них совсем шли, неважно, посетителей почти не было. Значит, вам так не везло. Какое совпадение, что все рестораны, где вы работали, закрыли. Вы в такую глупость не поверите, да? Синьорита, я очень подозрительный человек. Если вам самой кажется, что это глупость... Извините. Что это за способ так врываться? Ну, вам что-то угодно, синьор Сараби? Эта синьорита пришла по объявлению, которое мы разместили в газете. Я не думаю, что она нам подходит, но... Посмотри на нее. Она слишком нервничает. Нет. Ей нужно дать униформу Маргариты, она не очень грязная? Ну, нет. Ну, ведь она сегодня тоже не пришла, так что... Может быть, она вообще не вернется? Пойдем. Значит, меня приняли на работу? Вас взяли на испытательный срок. Надо будет только уволить ту, другую кокетку, которая на работу не является вообще. Ну, все, давайте, идите, идите. Пойдем. Сюда? Да. Посмотрим, что из вас получится. А как вас зовут? Роса Баллистерус. Роса Баллистерус. Да. Ну что, Роса Баллистерус, за работу. Здесь вам не игрушки. Нет, конечно, нет, синьор. А куда идти? Вот сюда. С вашего позволения. Роса Баллистерус. Я думала, я думала, меня не возьмут. Я еще так разнервничалась. Честно говоря, эта работа не так уж мне и нужна, чтобы так... Ну ладно, пойдем. Да, вот сюда. Ты уже работала в других ресторанах? Я делаю это в первый раз. Я не работала ни в ресторане, ни где-либо еще. Ну, так значит, ты учишься? Тоже нет. Ну, тогда что ты делаешь? Я девочка из богатой семьи. Ну, уж не совсем богатая на дела. Еще она нервничала, дадут ей работу или не дадут. Ну, надо же. Я не забуду вашей доброты. Ну, как тебе? Ну, хорошо, нормально. У нас что, новенькая? Маргарита опять не пришла, и синьор Сарабия в бешенстве. Ну, я не хочу ни у кого отнимать работу. Ай, да не волнуйся ты так. Относись ко всему спокойно. Ее вообще работа не волнует. Она несколько дней в неделю может прогулять. Слушай, а тебе идет униформа. Знаешь, у нас очень красивая форма, палома. Вообще, мне нравятся цвета, модели. Все красиво. И ты такая довольная только потому, что у нас униформа не такая уж страшная. Я? Говори, что с тобой, а? Ай, я влюблена. Я тоже влюблена, но поэтому мне не кажется, что наша униформа красивая. Да и вообще, все совсем не цвета розы. Кстати, ее так и зовут. Униформа? Нет, роза. Ай, добро пожаловать в мир влюбленных, Роса. Вернее, в мир сильных женщин. Ай, вот оно что. Ну, как ты все повернула? Я хочу узнать этот мир, эту жизнь, работу. Я хочу знать, чего стоит зарабатывать деньги. И потом экономить и жить скромно. Ай, она точно сумасшедшая. Она назвала все, что я ненавижу. Узнать, что такое зарабатывать деньги. Экономить и жить скромно. Ну, здесь все это у тебя будет. Не беспокойся. Ну-ка, давай, Русита, пойдем, уберем столы, чтобы ты уже начала наслаждаться. Но я совсем не этого хочу. Давай, давай. Салфетку положи вот сюда. Сюда вилку. А сюда нож. А если закажешь только мороженое или кофе? Ну, тогда подашь только то, что тебе понадобится. Да, конечно. А как записывать? Как я буду это делать? Полома. Я потом тебе расскажу. Меня зовут от одного столика. Так. Сначала я кладу салфетку. Но, нет, сначала стакан с водой. Меню. Я принимаю заказ. Ай, это только выглядит так легко. Слушай, красотка. Красотка? Да, сеньор. Слушаю вас. А что ты можешь мне предложить? Давайте я лучше принесу вам меню. Хорошо. Ай, не знаю, что могло случиться. Но я могу сказать тебе одну вещь. Ты с ума сходишь по этому парню. Ты про кого? Про Рауля? Нет, ни в коем случае. Я не знаю, как его зовут. Но это про того, который только что ушел. Ты смотришь на него такими влюбленными глазами, Полома. Ну, да. Я очень влюблена. Но плохо то, что у него есть другая девушка. Ну, что ж.